Приветствую вас, аноним. Вы сначала сформулируйте вопрос, цель, что делать, если я не могу принять фактов того, что у моего мужчины есть дочь, есть ребенок, чтобы что? Что делать, чтобы что? А то пока несколько не ясно. В зависимости от цели нужно что-то делать, в зависимости от цели. Понимаете? В зависимости от того, что вы хотите сделать, в зависимости от того, что вам нужно. Потому что, может быть, вы хотите чего-то, что, условно говоря, мы не знаем чего-то, о чем мы, к примеру, не догадываемся, например. Например, да? Вот. То есть, вам как-то вот нужно это, ну, как-то вам нужно это сформулировать немножко. Потому что, пока что, я бы сказал, что это немножко, немного непонятно. Дальше. То, что вы описываете, то, как вы это описываете, я бы сказал, я бы сказал, что речь идет про ревность, я бы так сказал. Я бы сказал, что речь идет про то, что вы ревнуете. Вот. И уже вот как бы ревность является тем, той основой, точнее, на которую вам нужно опираться. Вот. С чем связана ревность? Ревность связана со множеством факторов, начиная с того, что вы не уверены в себе и сравниваете себя с другими, да? Я, да, предлагаю такую идею, что я должна быть лучше всех и заканчивая, по сути, там, страхом одиночества. Вот. Заканчивая неким таким, может быть, обесцениванием себя, да? Вот. И, значит, стремлением, стремлением к тому, чтобы остаться в одиночестве. Хотя, ну, вы сами можете этого и не осознавать, в принципе. Вот. Это, как правило, самые такие вот распространенные, ну, самые распространенные моменты, да? Самые распространенные причины ревности. И, соответственно, почему я сказал, что вам нужно определиться с тем, с чего вы хотите. Потому что одно дело, если вы, допустим, видите проблему ревности, да, проблему вот этой ситуации в ревности. Это одно дело, если вы видите, если вы видите проблему в этом. И другое дело, если вы видите, например, проблему в том, что, допустим, ваш мужчина, ну, к примеру, к примеру, игнорирует то, что вы, условно говоря, не хотите, да, знакомиться с ребенком его, там, ну, его другой женщиной. Вот. И, в принципе, вы имеете право на это, не знакомиться с ребенком его, женщиной, вы имеете право продвигать такие ценности, вы имеете право продвигать такую позицию. Но необходимо понимать, что продвигая такую позицию, вы можете, можете, по сути дела, вы можете остаться одна. Да. Вот. То есть, мужчина, вправе сказать вам, ну, хорошо, ты не принимаешь то, что я хочу, ты не принимаешь моего видения, значит, отношений, да. Вот. И, соответственно, раз ты не принимаешь моего видения отношений, то мы с тобой остаемся, и он тоже будет в своем праве. Вопрос в том, насколько вы считаете еще, насколько вы считаете ценным, ценным свою идею, что, вот, вы, например, не должны, там, не хотите, знакомиться с ребенком, да, вашего мужчины, вот, потому что, как бы, чем отличается, чем отличается, условно говоря, проблема, ну, вот, скажем, да, психологическая проблема, чем отличается, психологическая проблема от, допустим, просто ситуация, вот, чем отличается, чем отличается, вот, допустим. Я вам могу ответить, отличаются они тем, что при психологической проблематике человек не хочет ничего менять, человек, точнее, человек хочет менять, человек, условно говоря, да, хочет что-то исправить, человек хочет, чтобы, там, ну, грубо говоря, чтобы было все по-другому, вот, человеку не нравится, как, как вот, ну, как все стоит, да, вот. А если мы говорим про психологическую проблему, если мы говорим именно про проблемы психологические, вот, то, вот, про психологическую проблему, то там человеку не хочет ничего менять, его, его, его просто все устраивает, вот, и, вот, вот, то есть, тут вот, такой момент. И вам нужно определиться, собственно, что является вашей ситуацией, то есть, вот, что представляет из себя ваша ситуация? Это психологическая проблема ваша ситуация, или это все-таки некоторая позиция, которую вы, к примеру, считаете, должны разделять другие люди? Вот, ну, там, в частности, ваш мужчина, вот, собственно, собственно, из-за чего у вас, вот, в какой-то степени, и возникают, вот, ваши трудности, ваша, ну, ваша проблематика, да? Как бы, то есть, вот, на это вам, на мой взгляд, ну, не обратите свое пристальное внимание, потому что это, ну, это важно. На мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, это важно, именно на мой взгляд, по моему мнению, это важно. Вот, на истину я патентовать бы не хотел, конечно, здесь. А, насчет, очень важный момент, да, в чем конкретно проблема, то есть, в ребенке ли проблема или в ее маме, потому что может быть вы не хотите просто, чтобы было что-то, что напоминало бы вам о том, что у вас, у мужчины кто-то был, вот. И в таком случае нужно работать все-таки именно с ее ревностью, вот, ну, потому что в данном случае, а в данном случае именно ревность является, к сожалению, таким вот круглым камнем, да. И ревность, она на самом деле не одни отношения разрушила, вот. и только вам решать, да, что вы будете с этим делать. То есть, ну просто вот сами для себя, сами, сами вот, для себя, как-то вот подумать, да, вот, вот как я это все, например, там, не знаю, как я это все вижу и представляю, да, то есть каким образом я это все вижу и представляю, да, то есть каким образом я вижу и представляю наши отношения, вот. что, там, условно говоря, я не знакомлюсь с ребенком своего любимого человека, вот. то есть как бы, ну, можно постараться, можно постараться, можно постараться, на это платить внимание, то есть можно постараться, вот спросить себя, как я вижу отношения вообще, вот. и реально ли, реально ли мое видение воплотить, воплотить в, ну, в жизни, да, вот. Потому что, мне кажется, что, вот, ну, вы на что-то рассчитываете, вроде бы, вроде бы, вы на что-то рассчитываете, а вот о том, каким образом это будете вы реализовывать, не совсем ясно. да, точно, вы, вы, там, условно выступаете в отношениях с мужчиной, у которого, ну, опять же, условно, есть прочное, да, вот. то есть, как бы, ну, хорошо это или плохо, мы сейчас, там, не говорим, да, мы не будем, мы не будем говорить об этом, вот, мы не будем говорить об этом, хорошо это или плохо, вот. потому что, ну, какой, какой в этом смысл, смысл, вот, мы можем, просто сказать, что вы, вот, в какой-то степени, да, не про, не про, не про думал этот момент. то есть, вот, момент, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть штука не в том, что вы должны, там, стоп, кому-то, кому-то, а штука в том, что в какой-то степени вы не отвечаете за свой же сделанный выбор. Понимаете? Проблема. И на мой взгляд, на мой взгляд, тяготит вас именно это. В большей степени. Ну, то есть, если говорить о некой такой вот глобальной позиции, которую вы продвигаете, там, условно говоря, в своей жизни, да? Вот это то, что я могу вам рассказать с точки зрения психологии. Может быть, это мало, может быть, этого недостаточно, но вот пока что с учетом того, что вы нам рассказали, да? Я могу сказать вот так. Опять же, недостаточное количество информации. Вы описывали, что достаточно мало. Вот, я сейчас зачитаю ваш вопрос. Значит, при этом, что делать? Я не могу принять тот факт у мужчины, с которым я сейчас... Я сейчас есть двое детей. Я сейчас есть двое детей, при этом у меня тоже есть ребенок. Я врать не думать, не слышь ничего о существовании его детей. Да, почему? Дочка, внешняя копия его, бывшая жена, что вообще вызывает отращение у меня. Почему? Вообще, все проникнуто, что ты слышишь, у меня просто настроение. Почему? Вот я понимаю, что видеться с ними он должен, а он хочет познакомиться с меня с твоей дочкой, а я не хочу. Почему? Его дочь почти ровесник моей дочке, за старовского рода. То есть, да, вот вы, как бы, ну, вы постарайтесь описать вот этот момент, да? То есть, вы чего-то хотите, вы чего-то не хотите. Я это понимаю. Что вы, как любой человек, можете чего-то хотеть и можете чего-то не хотеть. Это нормально. Чего-то хотеть, чего-то не хотеть. Вот. Ага, важно немножко другое. Важно то, что вы с этим делать хотите. Вот. Это, знаете, какая штука. То есть, если хотите, там, если грубо говоря, вы понимаете, что всё вам с мужчиной из-за этого не по пути, да, допустим. Ну, хорошо, мы поможем вам, да, там, ну, грубо говоря, пережить расставание, если вы поняли, что с мужчиной вам не по пути. Если вы понимаете, что проблематика у вас, хорошо, поможем разобраться в этой проблематике. Опять же, но как-то вот сформулируйте, сформулируйте, постарайтесь сформулировать. То есть, хочется вам чего, значит, хотите-то вы результат какого? По итогу-то вот, ну, от специалистов, вы чего хотите, чтоб, собственно, как вот, грубо говоря, ну, вы, мы поймём, что, ну, что проблема ваша решена, условно говоря, условно говоря. Ну, это, вот, какая штука. Это вот, как раз то, на что вам нужно, ну, то, на чем вам нужно подумать, на мой взгляд. Во-вох и то, что вы хотите, вот. То мы поможем вам. Но, а раз то, крайне важно, чтобы сами определили, чего вы хотите, потому что этот выбор, вам нужно сделать самой, вот. За вас, грубо говоря, психолог выбор делать не будет, потому что вы можете и совершенно справедливо можете его оспорить. И вы будете правы в этом, вы будете правы в том, что его оспорите, потому что извините, кто вы такой, чтобы мне указывать, как правильно, или кто вы такой, чтобы морализатор стать, ладно? Вот, поэтому нужно, условно говоря, нужно, чтобы мы с вами были союзниками, нужно, чтобы мы с вами были на одной стороне, понимаете? Какая, какая сторона? Если, если мы с вами не будем на одной стороне, то вы ничего не вынесете из этой ситуации. То есть, вы ничему не придете. И время, которое вы потратите, средство, которое вы потратите на, условно говоря, психолога, да? Вот, хоть и зря уйдет в пусты, к сожалению. А я уверен, что, ну, не вы, не специалист, которым бы вы работали, да? Я уверен, что этого бы не хотела. Ну, просто потому что, извините, как бы, время, да, это, как бы, невосполнимый рисунок. Вот. Поэтому давайте, вот, эм, постараемся. Я не говорю, что это прямо легко всегда, да, но постараемся спромулировать, что вы хотите, да? Или спромулировать ваше, вот, хотя бы субъективное восприятие той проблематики, которую вы описываете. Так, если, там, допустим, у меня бывает обращение, что его дочь похожа на, там, бывшую женщину, вот. То почему, чем, и что вы хотите с этим делать, и как это на вас влияет? Вот, на эти вопросы хотя бы попытайтесь ответить. Вот. Не обязательно, там, пытаться отвечать, там, сразу, на максимум. Да, совершенно. Совершенно не обязательно. Вот. Сколько можете, просто, чтобы было, с чего начать, ну, беседу. Чтобы было, с чего начать, разговор, диалог и так далее. Вот. Понимаете? И это будет полезно вам, это будет эффективно вам, это будет полезно нам. Потому что мы можем максимально эффективно вам помогать в таком случае. Вот. Ну, я думаю, что, я думаю, что, примерно, примерно, так я бы вам ответил. Вот. В принципе, на этом все. Добавить мне особо больше нечего. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам, чтобы ваша ситуация была разрешена самым лучшим образом. Вот. Я надеюсь, что выход из этой ситуации, который, вот, лично мне видится, выход я имею ввиду, мне видится в том, чтобы вам решить, что вы хотите сделать, да, ну, вообще, вот, в этой ситуации, то есть, что я хочу вообще, что мне нужно вообще. Ага. Значит, вот, после того, как вам будет это решение принято, да, после того, как вы это для себя решите. Я думаю, что после этого будет гораздо проще и гораздо легче и гораздо понятнее, в какую сторону и какое направление двигаться вам. Вот. А сейчас я понимаю, сейчас я понимаю вас, ну, по факту, по факту, по факту, у вас сейчас такой, своего рода, получается, крик души. Ну, условно говоря, не знаю, что делать, вот, не могу, не знаю, вот, что мне, что мне в этой ситуации делать, как мне, условно говоря, в этой ситуации поступать, да. Я, условно говоря, чувствую, что меня волнует, чувствую, что меня волнует, а что дальше, не знаю, да, вот, может быть, я изначально вообще хотел в этой ситуации быть, хотя я, там, буду, грубо говоря, отрицать все, например. Ну, то есть, такой вариант, он тоже, в принципе, в принципе, вам, как бы на это вот вам и нужно обратить ваше внимание, ну, на мой взгляд, в первую очередь. Дальше уже можно будет смотреть, что и как. Дальше уже можно будет думать, в каком направлении вам двигаться, ну, вам двигаться, вот. На этом что, я желаю вам удачи, я желаю вам мужества принять решение, вот, я желаю вам гармонии, я желаю вам равновесия, я желаю вам счастья, вот, я желаю вам всего самого доброго и удачи.